И вот свершилось нечто невероятное. Компания Seagate предоставила миру жесткий диск на 14 терабайт, что может отлично сейчас даже по некоторым параметрам конкурировать с SSD-шниками на подключение SATA. И я уверен, что некоторые из вас уже подумали, «Воу, это же можно помайнить монетку Чия!» Салют, пипл! С вами Хьюман. И минус один майнер. Что мы с вами знаем на этот счет? Значит, когда у нас выпускается HDD, особенно такого формата, еще и на таких максимальных скоростях, это очень круто, потому что она приближена к SATA. А мы с вами очень обознанные люди, поэтому мы понимаем, что если это даже SATA, это все равно много, потому что в ряде тестирований, которые мы смотрели в предыдущих видосах, большого отличия на практике между SATA и между подключением через PCI-Express нет. Есть только разве что на бумаге. И в очень редких моментах иногда все-таки NVM-ишка может выиграть. Ну, если мы подключаем непосредственно так. В какой-то установке драйверов и так далее. В загрузке игр, в загрузке между локациями, всего этого отличия практически нет. Но, к сожалению, определенных пользователей, будь то обычные люди или же все-таки майнеры, есть небольшая загвоздка. Этот HDD-шка нацелен на работу с центрами обработки данных. Тем более у него подключение интерфейс через SAS идет, где у него скорость, по-моему, до 12 Гбит в секунду, что отличается от стандартного подключения других накопителей, которые имеют подключение через SATA и скорость передачи данных 6 Гбит в секунду. Проще говоря, обычному пользователю на свой ПК его не подключить. Без геморроя. Тем не менее, этот красавчик способен выдавать 524 Мбит в секунду на своих максималках, что очень приближено к SSD-шникам, которые выдают 550. Да, это отличная скорость как для передачи данных, но это отлично как для хранилища. Нам же с вами, как потребителям, геймерам, не важно тем, кто любит мобильность, важна скорость чтения, скорость записи в целом, а не только на максималках. И именно по этой причине все-таки сейчас с SSD-шниками никто не сможет конкурировать, поэтому они пока что топ-1, даже если это SATA подключение. Но здесь вреет вопрос, как ребята из Seagate смогли добиться такого перформанса и вообще создать такой жесткий диск. На самом деле ответ очень простой. Здесь вопрос даже не в камере, который заполнен у нас гелием. Здесь смысл в том, что используются два рычага. Следовательно, наша производительность улучшается. А эти рычаги работают вне зависимости друг от друга. Для того, чтобы вам было понятнее, давайте рассмотрим с вами проигрыватель нейлоновых пластин, который был ранее. Выглядит он так и состоит из этих вот вещей. Я вам скажу более простым языком. Представьте, что ваш данный экран, который обладает иголочкой, которая ставится на вашу пластину и в итоге потом проигрывает определенную композицию или ее меняет, имеет определенный перформанс. То есть она ее проигрывает, потом надо переставлять, снова ставить и тогда будет следующая композиция. Теперь представьте, что у вас таких рычагов два. Или три. Или четыре. Короче, смысл в том, что их больше. И они работают независимо друг от друга. И условно говоря, закончилась композиция, второй вместо того, чтобы перемещаться и ставиться на нужный сектор, к этому будет уже готов у нас второй рычаг. Окей? Этому жесткому диску вот именно в таком ключе позволяет работать непосредственно технология Match 2. И если копнуть глубже, то мы увидим очень простую картину, что на самом деле в одном корпусе совмещено два жестких диска по 7 гигабайт каждый. В итоге 14 у нас выходит. И естественно, работает с двумя вот этими вот шпингалетами, назовем их так, который и улучшает наш перформанс. Что же касается непосредственно перформанса данного жесткого диска, то мы видим, что в нем скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту, что очень даже неплохо, особенно сравнивая, если мы, допустим, смотрим на эти жесткие диски. Далее. Кэш памяти у нас 256 мегабайт. Ну, а по поводу интерфейса подключения SAS мы уже с вами проговорили. Но такая производительность имеет, скажем так, небольшой недостаток. Она энергозатратная. То есть в обычном простой режиме этот жесткий диск будет потреблять 7,2 Вт, что немало. А при максимальной нагрузке доходить до 13,5. Если мы посмотрим в общем и целом на подобные жесткие диски, которые имеют, скажем так, размер 3,5 дюйма, то их максимально предельная допустимая нагрузка это 12 Вт. Но поскольку здесь немножко другая конструкция, другая, не то чтобы работа, другой принцип построения, это позволительно. Более того, аккуратненько, более того, у нас есть такая еще софта на C-Gate, Power Balance называется. Непосредственно через нее, цитирую, мы сможем с вами снизить энергопотребление за счет уменьшения скорости последовательного чтения и записи. Таким образом, может быть во время простоя нам будет актуально-то использовать. Я, друзья, не скажу, что это как-то прям масштабно повлияет на масс-маркетинг, то есть на вас, на меня, на обычных рядовых пользователей, даже не на обычных, на геймеров или даже на майнеров. Нет. Для обычных пользователей, для геймеров есть попроще варианты, которые будут дешевле и по факту выгоднее. Особенно если мы говорим в контексте SSD-шников, допустим, с их перформансом. Да, там не будет там 14-16 гиг объема, но вам оно и не надо. Вот для майнеров вообще другая история, там уже, по-моему, ADATA клепает обычные SSD-шники четко для фарма монеты той же Chia. Поэтому, скажем так, все в своем русле, все в своей тарелке, данный SSD-шник, данная HDD-шка, наверное, подойдет больше вот именно для каких-то крупных компаний, которым действительно нужны такие хранилища при таких перформанс, при таких данных. Но все равно круто то, что все-таки такая уже относительно устаревшая моральная технология поднажала и выдала такой перформанс, такую производительность. Но это на самом деле здорово. То есть задаток еще был, порох еще есть. Ну и кто знает, как оно на самом деле будет в будущем, учитывая все тенденции перемен, которые происходят на нашем рынке железа. Возможно, когда-нибудь мы увидим его и у себя в ПК, или на чьих-то фермах, как вариант. В общем, такая вот инфа. С вами как всегда Бл Хьюмн и как всегда, кайфовые вам игры. Больно. Ты там живой? Че ты ноешь? Че ноешь, спрашиваю? Что, уже не так приятно наживаться на чужом горе? Перекуп ты недоделанный. Цены сбросишь людям? Но деньги же не пахнут. Я спрашиваю, ты цены дашь пацанам нормальные или нет? Да-да, только отпущу я к маме. Смотри мне. У меня на тебя столько компромата, что ни один Хуанг тебя не спасет.